Отлично, мы очень рады, довольны, столько позитива, особенно после разминки мы прямо летим на крыльях, так что все классно. Такое начало дня здоровья воскресным утром. Идею ходьбы год назад предложил знаменитый российский кардиохирург, академик Лео Бакерия. Именно эта инициатива и легла в основу проекта «10 тысяч шагов к жизни». В Сочи уже большинство школьников и половина взрослого населения регулярно занимаются спортом. Это достаточно высокий процент. Как вы видите, ровно половина взрослого населения города Сочи пока еще не борется за свое здоровье. И мы думаем, что такими акциями, всевозможными новыми формами подхода к спортивному образу жизни, мы все-таки смотивируем и остальную часть наших горожан к тому, чтобы они занялись спортом, активной жизненной позицией. Энергичная разминка зарядила бодростью всех пришедших на праздник. Золотые значки участники Всероссийского фестиваля ГТО получили из рук главы города. Бодрым шагом активные сочинцы вместе с мэром отправились на спортивный променад. 10 тысяч шагов – это примерно 7 километров. И эту дистанцию колонна участников прошла меньше, чем за час. Отлично. Спасибо, что разбудили в такое хорошее утро солнечное. Добавляем к 10 тысячам шагов еще и фитнес, и утреннюю гимнастику, потому что без этого день у нас не начинается. В районном Доме культуры автомобилист все желающие в этот день бесплатно прошли обследование у терапевта, невролога, окулиста, кардиолога, педиатра, стоматолога и прочих медицинских специалистов. Мы живем сейчас в напряженном ритме, постоянно у нас занятость очень высокая у населения, поэтому эти акции позволяют более доступно подойти людям и получить консультации специалистов, и узнать какие-то экспресс-анализы, экспресс-кардиограмма у нас, здесь экспресс-анализ сахара и холестерина, и получить консультации узких специалистов. Быстро и доступно. Для этого проводятся эти акции. Вот сейчас я прошла к кардиограмму, кровь сдала, сейчас к глазному подойду. Очень хорошие специалисты здесь сидят, вообще все молодцы. Все, что нужно для женщины и вообще для человека и для людей, пройти, здесь можно пройти буквально за 5-10 минут. Самыми неутомимыми участниками праздника оказались активисты школы «Активное долголетие». Это жители Сочи в возрасте от 55 лет. Еще в 2016 году в некоммерческой организации состояло 12 человек, сегодня уже более 200. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.